Игорь Левин, офицер армии обороны Израиля, военный эксперт и автор телеграм-канала Игорь Левин в эфире Лучшего Радио. Игорь, добрый день, приветствую вас. Да, добрый день, приветствую. Ну, вопрос Херсона остается ключевым. Что там происходит? Есть ли у вас какая-то информация, отходит ли россияне, будет ли он взят в ближайшее время? Или, может быть, вообще не имеет смысла его брать и тратить жизнь украинцев, а россияне сами рано или поздно его сдадут? Идет военная операция. Сейчас, видимо, идет максимально интенсивно, больше, чем за последнюю, скажем, неделю-две назад. Уничтожены мосты всевозможные, которые там как раз оставались на западном берегу Днепра, где находится сам город, собственно, Херсон. Уничтожен Дарьевский мост. Связывал как раз сам Херсон город с Новой Каховкой. Он уничтожен полностью, то есть там не какие-то попадания, разрушения, а просто моста больше нет. И другие маленькие мостики пешеходные и так далее тоже уничтожены, то есть там больше пяти-шести мостов уничтожены. Что это все означает, кто уничтожил и так далее, это все мы скоро уже увидим, узнаем. Но там происходят как раз боевые действия и ВСУ реализует свои планы по деоккупации Херсона. Насколько это произойдет скоро или не скоро, компетенция Генштаба, даже если бы мы знали, вот такие вещи не озвучивали. Говорили еще месяц назад о том, что если перебить мосты, то не будет никакого поступления на правобережную вот эту вот часть. И, соответственно, россияне очень быстро закончатся у них все, и они вынуждены будут отползать. Но вот уже прошел месяц, полтора, мосты перебиты, а все равно как-то доставляются туда средства. А кто сказал, что туда доставляются средства? У них максимально плохо все с логистикой. Конечно же, вы можете там по капле на какой-нибудь барсе, которая смогла доплыть и так далее, что-то переправить. Но у вас техника не ходит, они не могут туда поставлять технику или что-то такое. Поэтому я не знаю, на основе чего построено утверждение, доставляются какие-то средства. Нет, не доставляются. То есть, получается, это вопрос времени. Месяц, два, три, и у них просто все закончится. И топливо, и боеприпасы, и еда, и просто, ну, они как бы просто уйдут. Нет, почему просто уйдут? Мы уже не знаем, какая задумка у их генерального штаба. У них очень все плохо с логистикой там. То есть, их беспособность там в ужасном состоянии. Ну, реально, в очень плохом. То есть, у нас есть очень много из данных и факторов, которые говорят о том, что их беспособность подорвана. При этом это не говорит о том, что это произойдет через месяц, два, три. Может быть, это произойдет через неделю. Опять же, компетенция генштаба. То есть, зачем ванговать? Зачем гадать, что будет, если мы не владеем всей полнотой информации? Полнотой информации есть у генштаба. Он знает точно, досконально, что там происходит. Более того, он выстраивает свои планы и реализует их поэтапно. Ну, план за планом, пункт за пунктом. При этом, что можно утверждать точно? Что, да, мосты с правого по левый берег уничтожены или под огневым контролем. Переправы под огневым контролем. Всевозможные понтоны или катера, потому что они пытались наладить связи, это тоже по ним наносятся удары периодически в СУ, то есть под огневым контролем. А сегодня, как я сказал, это мосты как раз на правом берегу. То есть, вот, тот Гедарьевский мост. Это не мост через Днепр, это мост на правом берегу. Вот, и они сегодня были уничтожены, были взорваны полностью. Плюс там сейчас идут активные боевые действия. Освобождение Херсона, несомненно, это вопрос времени. Я вообще не понимаю, почему нужно ставить вопрос как-то иначе. Нужен, не нужен, будет, не будет. Очевидно, что будет, очевидно, что он будет освобожден. Это как бы вообще не обсуждается. Но через неделю ли, или через два месяца ли, это, опять же, уже не наша компетенция. Россияне уже в ловушке, потому что дождаться, когда встанет Днепр, это, по-моему, в крайнем случае, там, это февраль или конец января. То есть, получается, сейчас они могут только, побросав технику, плыть в холодной воде невозможно. Лодок там, я не думаю, не хватит на группировку в 20-30 тысяч человек. Короче, у них нет вариантов отходов, да? Ну, смотря как, смотря, что считать отход. Пешочком, Тонцентоновский мост, там, песочка можно по нему пройти. Там техника не проедет, так он весь дырявый и еле держится. Но пешком можно пройти там, если, опять же, по нему не ударят во время того, как будто пешком проходить. Если маленькими группками, там, ну, можно как бы сбежать. Зелезнодорожный мост, который тоже, там, полотно железнодорожное разрушено, но сам-то, как бы, пешком пройти тоже можно, ведь можно. Вот, ночью, там, группками по 5-10-15 человек. Вот, то есть, так или иначе, как-то, как-то, вот, ограниченно можно. Есть разные трактовки того, что они там организуют. Очевидно, что без боя они уходить не хотят. Туда перебросили мобилизованных. С другой стороны, есть информация, что они выводят оттуда кадровые профессиональные части, то есть, это морская пехота и ВДВшники. Возможно, я не говорю, что это факт, но, возможно, они действительно хотят вывести профессиональные, вот, свои части кадровые, а как раз под прикрытием мобилизованных, плюс, как бы, мобилизованные дали бой, и город не был сдан Украине. Во-первых, как бы, без боя, ну, то есть, как бы, вот, потому что будет вообще ужасно в плане медийной картинки для них. Во-вторых, максимально разрушен. В-третьих, да, чтобы украинцы понесли еще большие потери и пробуксовали, то есть, затормозило их наступление, вот, эти мобилизованные. То есть, вот такой план вполне может быть с их стороны, генштаба ВСРФ. Вот, что действительно, ну, на самом деле является, я думаю, мы увидим, что в ближайшее время совсем. Что касается боем мобилизованных, вот, они используют совершенно такую, как бы, без подготовки бросают, заваливают людьми, и используют, как вы сформулировали это, волны. Что это за волны, что это за тактика, и это что, похоже на, вот, как фильм Чапаев «Психологическая атака». Взяли автоматы и с троем пошли. Ну, Чапаев — это когда, как раз, времена Первой мировой. Ну, вот, да, у нас очень напоминают, очень, ну, Первую мировую войну. Понимаете, вот, у нас есть направление, то есть, Павловка — это под угледаром, да, у нас есть тоже Бахмут, вот, уже хорошо известный по сводкам в новостях и так далее. Вот, у нас есть много свидетельств атак там, да, иногда это с техникой происходит, как недавно морпехи наступали с техникой, но очень много у нас есть свидетельств атак мобилизованных, когда просто в пеших порядках, или вагнеровцы какие-то. То есть, буквально, ну, сто человек рота наступает, вот, пешочком по посадкам. Ура, за Родину, за Пригожина, вот что это? Да, за Родину, за Пригожину, я не знаю, что у них там в головах происходит. Если честно, я сам удивлен, потому что, ну, мы не ожидали такой вот рабской покорности от мобилизованных, что их просто как на убой посылать пешком вперед, как бы, на врага. Мы понимаем, что Украина наводит артиллерию, наводит другие средства поражения, разбивает их полностью, и там немногие выжившие откатываются. Но это происходит, то есть, вот такие вот, как зомби, в прямом смысле слова, вот, собрали, плохо одеты, плохо экипированных, сказали вперед, они двигаются вперед, без прикрытия, там, кинтанков, без брони, просто пешком. Есть вот даже видеосвидетельства с квадрокоптеров, с разведки, где прямо видно, как там по посадкам они ползут или идут, вот, или пытаются отступать тоже пешком, естественно, по полям, по этим, по степям открытым пытаются убегать, по ним наносят удары, опять же, с дронов, квадрокоптеров украинцы. Подступающим. Вот, и это все пешком, пешком, просто как, вот, как, да, Первая мировая война времена Чапаева. Вот, да, поэтому, вот, эти, какие, вот, человеческие волны, это не какая-то сленговая, да, это действительно обозначение тактики, вот, с Первой мировой войны, когда у вас цепями волны, человеческих волн, вы наступаете. Обычно это комбинируется с огневым валом, то есть, ну, в Первой мировой войне наносится удар артиллерии, еще до того, как прекратились удары артиллерии, двигается пехота, и артиллерия переносит удары все глубже-глубже на территорию врага, чтобы не попасть по своим. И вот, комбинируя это вместе, вот, вот так вы наступаете. Да, тактика Первой мировой, естественно, здесь присуща такой тактике огромные потери, вот. Вот, ну, поэтому, да, массовая мобилизация и большие силы, вот, да, с потерями сотни, пятьсот, тысячи, десятки тысяч и так далее. Ну, мы знаем, в Первой мировой там вообще были сотни тысяч и миллионы в конце потери. Я помню в конкретных битвах, каких-то сражениях. Вот, и здесь мы видим что-то похожее, только с той поправкой, что сейчас огневой вал у них очень плохо реализуем, так как Украина методично месяцами с помощью хаймарсов и других высокоточных вооружений разрушала им полностью логистику, вот, и возможность насыщать свои артиллерийские подразделения бесперебойно снарядами. Поэтому огневого вала не особо много есть, а зато волны пехоты есть без огневого вала. И это все, конечно, для них заканчивается всегда максимально плачевно и высокими потерями. А они понимают, что когда идет волна пехоты без огневой поддержки, без бронетехники, а против них квадрокоптеры, хаймарсы с вольфрамовыми шариками, ну, скажем так, шансов вообще нету. Это избиение младенца, как называется. Я не пил кофе с русскими генералами, чтобы узнать, что у них в головах. Ну, смотрите, это вещи довольно очевидные. Если мы их понимаем, наверняка и они понимают. Ну, людей просто не жалко. Ну, же речь идет не о том, что они понимают ужас какой. У нас 100 человек, роту разбили, ударили прямой наводкой, джима ЛРС, да, с вольфрамовыми шариками, да, начинкой. Вот. И они такие, вот ужас какой, сейчас делаем расследование, надо исправить ситуацию и так далее. Ну, как бы это в Израиле произошло, например. То есть там, если не дай бог, где-то какая-то ошибка была, кто привела к гибели солдат, будет тысяча комиссий, тысяча этих офицеров снимут, переформируют полностью там командование и так далее, и так далее. Здесь же этого нет абсолютно. Ну, им им плевать. Ну, 100 погибло, ну, 500 погибло и так далее. Россия большая, Россия всегда так воевала, тут ничего нового нет. Вот еще я хотел спросить про 500 воронежские, вот это вот погибли солдаты, говорят, что погибли. И там называется цифра 579 было человек, 29 раненых, а остальные там сколько-то 20 выживших, а более 500 погибших. Это что должно было накрыть вот этих солдат, что как это можно сделать? Это, по-моему, надо бить несколько часов, чтобы уничтожить такое количество человек. Или нужно точное попадание, хватит одного? Нет, потери у них, несомненно, высокие, но это цифры, конечно, немножко такие, как бы, вот, оторваны от реальности, потому что у вас раненых всегда больше, чем погибших. У вас не может быть столько погибших, и так малое количество раненых. Это абсолютно диспропорционально и нелогично. А если не подъехали врачи, если просто истекли кровью? Не важно, не важно, нет, не важно. Вот, это так не работает просто. Но не говорит о том, что у них нет сотен погибших, вот, там, суммарно и так далее, и так далее. То есть, да, просто здесь эмоционально, видимо, вот, те из выживших рассказывали, ну, как это бывает, они же не врачи, списки не видели, они говорят, вот сотни погибли, столько погибло, много погибло. Здесь оно даже как сарафан на радио распространяется. Вот, ну, так или иначе, да, да, бьют, погибают, и, да, и, конечно же, речь идет о сотнях. Часто о сотнях может быть. На самом деле, даже десятки, скажем, какое-то подразделение теряет 50 человек, это очень много, потому что это полностью разрушает твою боеспособность. Пределы потерь всегда варьируются в районе 5%, до 10% иногда допустимых, после чего подразделение начинает терять свою боеспособность. Вам не нужно уничтожать полностью всех подчистую, вот, так не работает. Вы должны уничтожить какой-то часть людей, и остальные процентов 80 или 90, вот, они даже становятся небоеспособными, отступают, разбегаются, становятся просто пассивно, сидят у себя в окопах там и так далее. Израильская армия сталкивалась с такими человеческими волнами и танковыми атаками, когда были огромное количество перевесом в 100 раз, и все равно справлялись. Вот сейчас поведение российской армии похоже на какую из армии, я не знаю, Сирии, Египта, какого-то периода, вот такое заваливание телами при полной отсутствии логистики. Так это советское наследие. Арабская армия подготовила Советский Союз, а сейчас российская армия полностью наследовала всю советскую систему. Ну, тут ничего нового как бы нет. Ну, что как бы, что сирийцы перли в лоб своими ордами в 73-м году, потому что так научил их Советский Союз. Тоже самое сейчас, они тоже прут в лоб ордами, как бы. В том числе техника. Как я уже сказал, под Павловской, там вот морпехи 155-й бригады, вот уже хорошо известные, где наступали. Там тоже есть видео с дронов сняты. Но они шли просто порядком таким парадным, да. Да, да, как на параде. Вот, машина за машиной, машина за машиной едут. Украинцы, конечно, ну, украинцы офигели, наверняка, когда-то увидели. Ну, навели туда средства поражения, уничтожили. Но то же самое виделись тоже в Сирии, где танк за танком, танк за танком ехали на голландских высотах. Вот, и израильтяне их уничтожали тоже один за другим. Ну, что, получается, когда вот у сирийцев так разваливали армию, дальше что, шли переговоры. Дальше они понимали, мы проиграли, мы у себя объявим в газетах, что мы победили, ну, давайте переговариваться. Получается, что если так поступают с армии, через сколько этапов они начнут молить о переговорах? Ну, я не знаю, что в головах у них там. Они идут на эскалацию, это очевидно. Что в Кремле, как бы, какие-то там планы и так далее. Вот, ну, тоже зачем гадать. А есть вариант у них победить, вот, при таком раскладе, если они будут заваливать и заваливать людьми? Что мы называем победой? Они же так окончательно и не назвали какую-нибудь конкретную цель. Что мы имеем в виду победой России? А удержать Херсон, например? Не, Херсон будет возвращен Украине, это вопрос времени. Удержать Юг, Мелитополь, Мариуполь? Ну, пусть пробуют, пусть пытаются. Вот, Украина четко, в отличие от России, Украина четко обозначала свою цель. Это полностью изгнание захватчиков с территории, возвращение границы в 1901 году. Это повторялось так много раз, что уж неловко еще раз это артикулировать. Поэтому, ну, пусть пробуют, как бы, удержать. Но они сейчас это делают. Ну, я считаю, что в конечном итоге Украина победит. Если поддержка Запада не прекратится, в первую очередь США вооружениями и так далее, то я не вижу причин, почему Украина не может победить. Да, война надолго, война на год вполне может быть. То есть, эта война не завершится завтра или через месяц. Это нужно тоже понимать. И террор будет, и ракетный террор будет, и так далее. Все это будет. Про отношение к украинским гражданам нужно понимать. Но побеждает между плотью и железом, побеждает железо, побеждает вооружение сегодня. То есть, не пехотные полки, которые вот так вот волнами, человеческими волнами наступают. Победит оружие современное, те же МЛРС, ракеты и так далее. Если это все будет без перебоев продолжать поставляться, то будет происходить просто их перемалывание. То есть, то, что сейчас занимается Украина, по сути, она перемалывает российскую армию. Кстати, Пентагон заявил, что они допускают, что уже половина танков уничтожена. Еще год не прошел, то есть, война длится меньше года. Уже уничтожена половина всех танков, которые были боеспособны в России. И если там они где-нибудь в Иране или в Средней Корее могут заказать какую-нибудь, не знаю, какие-то себе там гимнастерочки шьют или дроны заказали, заказать тысячу танков им негде уже вот так вот. Есть такая тактика и стратегия заваливания человеческими вот этими волнами пехотными. Можно ли говорить о высокой вероятности о том, что и вторая волна мобилизации будет, и третья, и пойдут повестки после похоронки по стране, и матери будут ой-ой-ой как? Очевидно, что будет. Ну, нет, в России будет. Конечно же, будут еще призывать. Вариантов нет у России, да? А где им взять людей? Конечно, нет вариантов. Где им взять людей-то? Конечно, волнами мобилизации у них будут, они будут призывать еще и еще, конечно же. А то немного уж у них осталось. А что у них есть? Они не могут мобилизовать откуда-то танки, они не могут откуда-то получить современное оружие, вроде тех же, из МЛРС уже упомянутых, и так далее. То есть у них то, что остается, это люди. Все. Говорят сейчас о цифрах от 700 до 1000 потерь. Ну, я не знаю, это полностью убитых или выбитых из строя. Если по 1000 человек, меня выходит из боя с российской стороны, то примерно за месяц это 30 тысяч. Это такая очень серьезная группировка. Вот смогут ли они раз в месяц поставлять вот новые 50 тысяч, 30 тысяч? Говорят сейчас, что они мобилизовали не за несколько сот тысяч человек. Мы видим, что не получается мобилизовать людей. Другое дело, мобилизовать это одно, организовать это другое. То есть насколько это все организовано, подготовлено и так далее. Это все в очень плачевном, ужасном состоянии у них. Но мы видим, что да, народ России в целом согласен на эту войну и добровольно мобилизуется между административным штрафом или с тем, чтобы сбежать куда-нибудь в село или в лес, или просто переехать не по адресу. Люди выбирают пойти на смерть. И плюс еще заняться преступным делом, вторжением в чужую страну. Убийством невинных граждан и так далее. Мы видим, что они на это согласились сотнями тысяч, граждане России. Ну, как бы все. Они сами выбрали свою судьбу. Их никто плетками не гнал. То есть они сами мобилизовались. Можно сказать, что добровольцы. Сейчас говорят, что многие россияне в очереди стоят в Легион Свободы со стороны Украины воевать. Что там до 10 тысяч человек изъявили желание и ждут проверки, и ждут поступления. Это реальные цифры? Возможно такое. Я просто Легионом Свободы не занимаюсь. Поэтому, опять же, тоже компетенция Генштаба Украины. Сколько там реально количества людей. И кто там готов воевать, кто не готов воевать. Да, такой Легион есть, он воюет. А вот какие там цифры и так далее, я не занимаюсь просто этим Легионом. Поэтому я не знаю. И последний вопрос. Получается, что для Украины, для ВСУ и для Украины всей нужно пережить зиму. И нужно такие, ну я не знаю, поставки Запада, которые смогут остановить человеческие волны. То есть это продлится месяц, два, три. Вот эта зима будет посвящена тому, чтобы выдержать вот эти вот психологические атаки в стиле Чапаева, перемолоть их и пережить холодную зиму. Так? Не, несомненно, с ним нужно пережить. Тут не имеет значения, будут у вас человеческие волны или нет. Плюс, помимо самой зимы, иногда у нас аномальная весна бывает. Я напомню, что в начале марта этого года у нас было минус 20 под Харьковом. В начале марта, минус 20. Вот, то есть, да, перешли к зиму и начало весны, видимо. Потому что из-за глобального потепления немножко погода шалит. И сложно сейчас ориентироваться на классические, скажем так, представления о зиме, весне и так далее. Да, важно пережить, важно перемалывать максимально. И, как я уже сказал, важно, чтобы поступало высокоточное дальнобойное оружие из США. Это управляемые активно-реактивные снаряды, это ракеты GMLRS, это всевозможные антирадарные ракеты и так далее. Артиллерийские системы к ним, другие системы. Ну, и еще очень много чего не называется в пакетах помощи, когда про них речь идет. Это, помимо, конечно же, всякой другой рутиной средств. Всевозможные броневые машины, ББМ, то, что называется, боевые бронированные машины и так далее. Но вот мы видим, если пакеты США посмотреть последние, это все там есть. Там стабильно есть управляемые снаряды, там стабильно есть сотнями единиц бронированные машины. Вот поэтому, слава богу, все идет. И если эти пакеты будут в таком же темпах и так вот идти, и даже увеличиваться, то, ну, очень хорошо. Это как раз те средства, которые нужны Украине сейчас. Спасибо огромное, Игорь Левин, офицер армии обороны Израиля, военноэксперт и автор телеграм-канала Игорь Левин. Подключайтесь, там очень интересный анализ современной войны против, я даже не знаю, войны прошлого века или даже позапрошлого. Спасибо, Игорь. Спасибо вам.